Синьора! Грациас! Холла, амиго! Санта-Лючия! Какой язык учила в школе? Английский, но еще я в институте учила французский. Вот и проверим. Как по-французски будет поцелуй? Правильно, по-французски поцелуй его не говорят, его показывают и выражают иначе. А я рос в семье, у меня мама цыганка, папа еврей, я жил в России. Получается, я полиглотом бы был, если бы папа знал иврит. Но я знаю в совершенстве русский, цыганский, учил в школе немецкий, английский и хотели в 10-11 классе добавить китайский. Слава богу, не добавили, потому что я английский-то не освоил. Есть такое понятие, как билингвы, это дети, которые с самого детства уже знают два языка, то есть уже начинают разговаривать на них. На своем примере скажу, что этому даже ты не обучаешься до 5 лет, это само по себе, ты как губка впитываешь, пока ты маленький. И сейчас я ребенку включаю мультики на, просто любые, на разных языках. И он у меня считает, знаешь как? Так. One, two, three, four. Он испанский, там есть и всякие разные. И сейчас попробуем с этим разобраться. Слава богу, есть такие люди, которые нам в этом помогут. У нас в гостях Юлия Ефремова, мама билингвов как раз-таки. И она нам расскажет, что же, как же вообще с этим... Подождите, секундочку, разберемся, мама билингвов. Да. Мама билингвов, потому что это некая школа, либо у вас супруг, он как раз иностранец, и ваш ребенок, да, он как раз получается билингв. Либо это все-таки вот учебное заведение? Нет, это не школа, это мы просто дома с супругом. Мой супруг тоже русский, мы выросли в Сирловской области. Мы решили, что для детей было бы здорово сразу усваивать эти языки с рождения, точно так же, как вы сейчас говорили, чтобы иметь больше возможностей в жизни. Сколько сейчас ребенку? Ну, у нас трое детей. Так. Старше семь, средней почти четыре, младшему почти два. Ну, надежды, я так понимаю, на старше уже нет. Или она говорит. Она ей уже семь, все, уже не впитывает. Старшая говорит лучше всех сейчас. Какие языки изучает? Она говорит на китайском, на английском и на русском. То есть свободно абсолютно. Свободно говорит на уровне носителя. Она не путает языки? Не путает. Вот как моет двухлетний. Да, там в голове не ломается. Нет, у нее было такое, где-то до 3,5 лет. А, все. Она смешивала, и потом все уложилось, да. Это не путание, это называется смешивание. Ну, получается, нужно изучать язык до двух или до трех лет, да, чтобы он уложился, так говорят? Нет, нет, на самом деле говорят, что где-то до 15 лет подростки еще могут прямо естественно усвоить без изучения. А после они уже начинают учить точно так же, как взрослые, включая аналитический ум. Но для этого нужно говорить дома. Да, такой вопрос, мало смотреть ведь телевизор и так далее, нужно, чтобы родители и окружение, они с тобой общались. То есть вам пришлось выучить, получается, ввести китайский, да, чтобы с дочерью разговаривать? Мы уже знали, да, мы после свадьбы с мужем решили съездить в Китай. И целый год мы там учили китайский язык, пришли к выводу, что это не очень просто, когда ты уже взрослый, давай-ка начнем, когда дети будут маленькие. Поэтому вот начали сразу. Юля, вы сколько языков знаете? Ну, два, английский и китайский. Так, то есть дочь-то она, ну, впереди. Она лучше меня говорит, она лучше меня говорит по-английски и по-китайски, да. Она исправляет, мама здесь не так. А более младшее поколение, более младшее поколение, она же им, получается, во-первых, вспомогает, она с ними может разговаривать, да? Да, она разговаривает и точно так же поправляет. А они какие языки учат? Какие вы на них возлагаете языки? Точно так же. Я хочу, чтобы, ну, и супруг меня поддерживает, в том, чтобы они точно так же умели говорить на двух этих языках, ну, помимо русского. Проблема только в том, что для меня ведь эти языки не родные, соответственно, мне нужно подключать свою силу воли, чтобы сбалансировать количество языков, чтобы билингвизм был, ну, вот, сбалансированный, чтобы они одинаково знали каждый язык. А еще планируете какой-нибудь язык ввести? Еще детей я хотела сказать. Еще детей, еще язык какой-нибудь. Я хотела ввести испанский, но поскольку я сама испанский не знаю, нужно было бы дополнительные усилия прилагать. Мы решили, что пока сделаем, пусть они запомнят вот эти два, ну, три вместе с русским, а впоследствии им просто будет легче, поскольку они уже... Юля, приглашайте меня в гости. Давайте. Я не говорю по-испански, но я хотя бы похож. Может быть, это как-то поможет. Как начать? Достаточно смотреть на человека, чтобы заговорить по-испански. Вот давайте говорить об испанском. Вот что мне сейчас нужно делать, чтобы у меня ребенок начал? Да для начала нужно напонять вообще, не решить, а понять для себя, что вот это для нас иностранный язык, а дети будут усваивать его как родной. Соответственно, мы просто делаем то же самое, что мы делаем на русском, с детьми, но на другом языке. А можно ли учить вместе с ребенком? Можно, можно учить вместе с ребенком. Даже не обязательно идти намного впереди, можно чуть-чуть впереди, можно же... Я просто говорила, например, я не знаю, как это сказать, давай мы посмотрим вместе там, и я тебе скажу. Вот, и потом очень-очень сильно помогают книги, вот я принесла сегодня. И книги агеранские. А вот книги, грамматика, вот то есть речь-то ее можно выучить, правильно? Это китайский. Да, это китайский. Говорить можно, а вот выучить, как писать. Предложения же строятся по-разному. Это все усваивается автоматически, интуитивно. У детей просто, они точно так же, как мы учим их русскому языку. В китайском очень много, как вот их называют? Ерублифов. Нет, не ерублифов, а вот оборотов вот этих, каждый китайец по-своему может говорить. А, ну, в каждом регионе, да? Диалектов. И они сами друг друга, да, не понимают? Могут не понимать. Но нам не нужны диалекты, мы учим основной язык, так называемый путунхуа, то есть тот, который знают все. Классический вариант. Тот, который по телевизору и, в общем. Вот здесь даже можно слушать. Так, итак, получается, мы берем и в эту обычную повседневную жизнь, как доброго утра, привносим все то, что несет этот язык. Показываем на предмет и называем его, да? Да, например. Но как мы делаем это нормальными словами? Нет, мы общаемся, мы не показываем и не говорим «a book». Мы просто говорим «give me a book, please, and go to the street». Вот это письмо английский. Да, например, конечно. То есть просто ставишь себе небольшой промежуток времени, ограничиваешь и говоришь «я всего лишь 15 минут сегодня буду стараться, и у меня все получится». Надо ли забивать ребенка этим голову? Чем? Другим языком? Ну вот языком, информацией вот какой-то. Это не забивание головы, потому что у детей по-другому устроен мозг. Он очень пластичный, и они воспринимают это как норму. Они, мало того, они устраивают не только язык, но и культуру другого языка. Поэтому, конечно, уровень эмпатии, толерантности этих детей, а также умственных способностей гораздо, ну не гораздо, конечно, но он выше и более развитый, чем у монолингвальных детей. В такую пору, как сейчас, я обещаю, что как только закончится карантин, все пишите мне сообщения, все-все-все вместе, у кого есть дети, наши коллеги, ведущие, пишите сообщения. Мы все вместе соберемся и будем говорить на цыганском. Будешь учить. Я научу. А кто-то будет учить китайскому. Китайскому, да. Кто-то будет учить... Французскому. Поцелуем лучше. Хотя бы поцелуем, да. Ну правда же, если собрать вот такой класс людей, то получится... Да, и мало того, сейчас очень многие люди так и делают. Родители собираются со своими детьми. Даже у нас здесь, в Екатеринбурге, есть клуб, когда детей собирают, показывают им спектакли на английском. Все. Все создано для того, чтобы ваш ребенок и вы вместе с ним могли вместе развиваться. Юля, спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, мы загорелись. Желаем вам еще освоить еще 10, 20, 30 детей, чтобы в семье было чуть больше субсидий от государства. Вот они сейчас так нам нужны. Спасибо большое. Спасибо. Вы учите языки и не переключайтесь, пожалуйста, потому что совсем скоро мы будем подводить итоги. И кого-то отправим в музей. А прямо сейчас узнаем, что же можно посмотреть в рубрике Культ Обзор.